День города в студии Максим Васильев. Здравствуйте, главная тема дня. В режиме перезагрузки на правительство по городским вопросам отвечал уже новый мэр. Не рыбный день в рыбном. Росельхознадзор утилизировал крупную партию фальсификата. Сегодня день рождения великого поэта Александра Пушкина. Помнят ли рязанцы его стихи и почему каждый год идут писать пушкинский диктант в наших материалах? Новые автобусы, которые поступят в область, направим в микрорайон Дашково-Песочный. Кроме того, специально для него изменим маршрутную сеть. Об этом сегодня заявил на правительстве Павел Малков. Такой вывод губернатор сделал после поездки по Рязани. И сегодня же впервые на вопросы жителей отвечал новоисполняющий обязанности мэра Виталий Артемов. Плохие дороги и отсутствие развязок – главные неприятности микрорайона Дашково-Песочное. Поездка выходного дня выявила, в общем-то, застарелые проблемы. Целые районы внутри Песочной, по словам Павла Малкова, построены вообще без проектирования дорожной сети. Мы там видели, что в час пик люди вообще не могут из двора даже толком выехать. По 30-40 минут стоят. И основной выезд из всего микрорайона – это тоже такое узкое место, которое нужно расширять, какие-то там предложения формировать дополнительные. Очень сложный вопрос. Простого решения, волшебного у него нет. Тут нужен системный подход к развитию всей дорожной сети в районе. И эту работу сейчас запускаем. Одновременно тоже проговорили, нужно развивать общественный транспорт обязательно. Приняли решение, что именно в Дашково-Песочное в первую очередь направим новые автобусы, которые в ближайшее время поступят в область. И маршруты тоже будем развивать, пересматривать. Появились новости и по свалке в Турлатово. Как заявил губернатор, следственный комитет уголовное дело в отношении собственника уже направил в суд. Ответить придется строго по закону. Следствие установило злостное нарушение, собрана доказательная база, дело передано в суд. Я благодарю коллег и следственного комитета за эту работу. Дальше будем двигаться все вместе и с правоохранительными органами, и с федеральными ведомствами. Процесс этот непростой, но отступать здесь категорически нельзя. Ремонт Нижнего городского сада начнут уже в этом году. 160 миллионов федеральных средств уже ждут совсем скоро, область добавит еще. Основные цифры капитального обустройства озвучил новый мэр Виталий Артемов. Это будет двухлетний контракт, но еще на следующий год, то, что вы говорили, это от летнего дворянского собрания, амфитеатра и туда выше. То есть, в принципе, на сегодняшний день, в соответствии с вашим поручением, на ремонт или благоустройство этого парка запланировано на первый этап 207 миллионов, на второй этап 170 миллионов. Значит, у нас вообще в Рязани в этом году еще четыре территории приведут в порядок по федеральной программе формирования комфортной городской среды. Это пешеходная зона Малой шоссе, Черезовские пруды, о которых уже говорил сейчас, Лисопарк, тоже работы уже идут, и парк имени Гагарина. Все эти территории были выбраны по итогам рейтингового голосования. Выбор здесь сделали сами жители. В целом у нас в 18 муниципалитетах области будет благоустроено 25 общественных территорий. Это только по федеральной программе. И, конечно, главный вопрос, который волнует сегодня рязанцев, когда и насколько перекроет Первомайский проспект. Пробки, дескать, в том районе уже сейчас. Сделали выделенную полосу для общественного транспорта. Не только это общественный транспорт, ОРТ, но и коммерческий транспорт. С 9 по 12 июля это первый этап. Мы закрываем движение, где будет выделена полоса, я еще раз говорю, для общественного транспорта. По этому участку вокзального Типанова мы откроем движение 12 июля. Но дальше нам предстоит второй этап, чтобы полностью нам Первомайку не перекрывать. Это с 17 июля по 16 августа. И у нас там будет перекрыто Коширина. Пожалуйста. Ремонт полуторакилометрового участка теплотрассы, конечно, для города важнее. Двухмесячного неудобства для автолюбителей это нужно принять как факт. Впрочем, Павел Малков заранее извинился за это перед рязанцами. Надо будет просто потерпеть. В Рязанской области силовики вместе с сотрудниками Роспотребнадзора обнаружили и изъяли у оптовика партию бутылочного сидра, печально известного на всю страну. Как сообщает Комсомольская правда в Рязани, конфисковано полторы тысячи тонны напитка под маркой «Мистер Сидр». Напомним, за последние несколько дней в Самарской и Ульяновской областях им отравились уже 20 человек, больше 40 в больнице. Какая-то часть товара уже ушла в другие регионы. Сегодня в управлении Роспотребнадзора по Рязанской области заявили о проведении рейдов с целью незамедлительного изъятия продукции из оборота. Ведомстве призвали не употреблять пивной напиток «Мистер Сидр» до выяснения всех обстоятельств и просят незамедлительно сообщать о всех случаях обнаружения такой продукции на территории Рязанской области. По телефону горячей линии 8 800 122 62 или по телефону 8 49 12 92 98 07, а также по электронной почте. Тем временем в Рыбновском районе нашли местный фальсификат. 600 килограммов некачественной мясной и рыбной продукции изъяли в ходе проверки управления Роспотребнадзора и Рязанской транспортной прокуратуры. Рейд прошел в отношении двух производителей мяса и одного производителя рыбной продукции. Ни даты изготовления, ни маркировки. И это на весьма внушительные партии товара. Такая наглость очень удивила сотрудников управления Роспотребнадзора и транспортной прокуратуры. Эти склады некачественного мяса первые подобные в этом году. Но, судя по результату, не последние. В совокупности объем небезопасной пищевой продукции составил более 600 килограмм. То есть данная продукция была обезличена, не содержала маркировок о производителе, сроке годности, дате выработки. То есть не могли подтвердить качество и безопасность данной продукции в ветеринарно-санитарном отношении. Иногда дата стояла истекшая, иногда наоборот. Проверяющим попадалось, судя по оттиску, мясо из будущего. В одном месте предприниматель хранил рядом и доброкачественную продукцию, и ту с истекшим сроком годности. Было и нарушение температурного режима. А это, говорят специалисты, хорошая среда для развития бактерий. Мясо частично шло на городские прилавки. В соответствии с нашей федеральной информационной системой «Меркурий», отследить, куда поставлялась продукция данных хозяйств и субъектов, не составило труда. И понимать, в принципе, как на территории нашей области реализовывался товар, так и соседних областей. Сейчас вся небезопасная и некачественная продукция уничтожена. А это ни много ни мало, больше полутонны, как ни крути. Рязанская транспортная прокуратура возбудила несколько дел об административных правонарушениях. Виновным грозит штраф в 40 тысяч рублей. А подобные комплексные проверки, судя по всему, только начинаются. Сегодня день рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. Наша съемочная группа вышла на улицы города, чтобы узнать, помнят ли рязанцы его творчество. И оказалось, что наследие поэта помнят, любят и даже с удовольствием цитируют. 224 года назад на свет появился гений классической мировой литературы Александр Пушкин. По сей день стихи и прозу его изучают не только в школе, но и в кабинетах ученых, пытаясь расшифровать, в чем магия его творчества. О стройке стихов помнят и любят люди всех возрастов. Просто сейчас надо вспомнить, о Пушкин он очень хорошо запоминался. Ну хотя бы даже я памятник себе не рукотворный, к нему не зарастет народная тропа. Возьмется выше он стал главой непокорной Александрийского столпа. Чудное мгновение, передо мной явилось ли, как мимолетное видение, как гений чистой красоты. У Кабурия дуб зеленый, золотая цепь на дубе тон. И днем и ночью год ученый, все ходит по цепи к другому. Идет направо, песнь заводит, налево сказку говорит. Там чудеса, там леший бродит, русалка на ветвях сидит. Есть, конечно, и исключения. Александра Пушкина часто называют основоположником современного русского литературного языка. Сколь нетрудны были его произведения для перевода, поэт имеет своих почитателей во всех уголках планеты. С его сказками дети знакомятся, еще не научившись читать. Пушкинский день в России отмечают ежегодно во всех городах страны. Проходят множество культурных мероприятий, посвященных творчеству, поэту, литературе и русскому языку. Надо сказать, что в 2011 году президент России подписал указ номер 705 о ежегодном праздновании 6 июня Дня русского языка. Сегодня же отмечают и День русского языка. Каждый год 6 июня проводят международный образовательно-просветительский проект «Пушкинский диктант». Тема этого года – любовь и дружество в творчестве Александра Сергеевича Пушкина и поэтов Пушкинского круга. Цель диктанта – популяризация русского языка и творчество великого русского поэта. На «Пушкинский диктант» Наталья пришла вместе с дочерьми. Впервые, говорит, писала, когда старше было три. И с тех пор практически всей семьей здесь они каждый год. В пандемию, например, писали онлайн. За это время старшая дочь получила несколько дипломов первой степени. Маме же пока не так везет. Она говорит, что ходит больше для души. Очень уж любит произведения Пушкина. Конечно, первый раз я узнала, теперь уже и дочкам понравилось. Он младше еще не очень осознает и просто читает книжки, приходит с нами, а старше понравилось. Это же повод что-то узнать. Мы готовились, вчера читали. Сегодня участниками «Пушкинского диктанта» стали больше ста человек. За один час им предстояло выполнить задания разного уровня сложности. В этот раз темой диктанта стала любовь и содружество в творчестве Александра Пушкина и поэтов Пушкинского круга. Мы ощущаем себя русскими людьми, потому что говорим на великом, могучем, прекрасном, свободном русском языке, который был создан, сформирован и выписан великим Пушкиным. Именно он тогда, 224 года тому назад, от сегодняшней даты, родился и создал свои блистательные поэмы и стихи, письма и повести, романы в стихах и в прозе. Задания, кстати, различаются. Есть ли дошкольников, школьников и взрослых. Оценки можно будет узнать в личном кабинете на сайте диктанта. А уже правильные ответы опубликуют после 11 июня. Кстати, участники получат сертификат, а победители наградят дипломами. В Рязани прошел Art Gamma Fest – выставка современного искусства, объединяющая художников всей России. В музее имени Пожалуйста выставили экспозицию из 52 работ 20 авторов. Art Gamma Fest – проект всероссийский. Конкретно в этом месте, художественном музее имени Пожалуйста, представлены 52 работы 20 авторов. Причем единого стиля нет, техники самые различные. Кроме этого, экспозицию органично дополнили полотна непрофессиональных художников, победивших в специальном конкурсе «Гамма-чувство». Его география была без ограничений. В отбор прислали более 1100 работ. На мой взгляд, этот фестиваль – это удивительное сочетание современного искусства и творчества энергии. Это такой средств времени, который наполнен морем идей и огромной творческой энергией, в том числе и философскими размышлениями. Я благодарю организаторам за то, что пригласили и собрали здесь в Рязани талантливых художников современного искусства, которые представили здесь различные жанры. А еще художница Татьяна Анисимова из Санкт-Петербурга устроила здесь настоящий акварельный мастер-класс. Влюбиться в живопись получилось у многих. Сама же выставка будет открыта в художественном музее до 11 июня. На этом у нас все еще больше новостей на нашем сайте www.gorod62.tv и на наших страничках в соцсетях. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин